Добрый день, дорогие друзья! Из нового выпуска iXBT News Digest вы узнаете о смартфоне Sony Xperia Z4, необычных трекпадах, роботе-поваре, о слушающем и понимающем столе, а также о превращении Google в виртуального оператора. Компания Sony представила водонепроницаемый смартфон Xperia Z4. Аппарат с металлической рамкой оснащен дисплеем размером 5,2 дюйма и разрешением 1920 на 1080 пикселей. Основой смартфона служит однокристальная система Qualcomm Snapdragon 810 с восьмиядерным процессором, работающим под управлением операционной системы Android 5.0. Четыре ядра Cortex-A53 работают на частоте 1,5 ГГц. Четыре ядра Cortex-A57 на частоте 2 ГГц. Объём оперативной памяти равен 3 ГБ, флэш-памяти – 32 ГБ. Расширение флэш-памяти возможно с помощью карточки MicroSD. В оснащении смартфона выделяется основная камера, в которой используется датчик Exmor RS разрешением 20,7 Мп и процессор изображений BIONS. Фронтальная камера имеет разрешение 5,1 Мп. Питается устройство от аккумулятора ёмкостью 2930 мАч. О цене пока данных нет, вероятно, они появятся летом, когда в Японии начнутся продажи новинки. Управление смартфоном или планшетом практически полностью сведено к взаимодействию с сенсорным экраном. Но это не всегда может быть удобно. О ситуациях, когда пользователь не может прикасаться к экрану, задумались специалисты MIT Media Laboratory, которые решили превратить в трекпад ноготь пользователя. Конструкция миниатюрного устройства, способного отслеживать прикосновения, включает сенсоры, печатную плату с электронными компонентами и аккумулятор. С внешней стороны Nail O, так назвали свои детище участники проекта, покрывается сменной декоративной накладкой, что делает его похожим на накладные ногти. Прототип, созданный в MIT Media Laboratory, подтвердил работоспособность идей. В настоящее время создатели Nail O работают над уменьшением размеров сенсорного ногтя. Британская компания Moly Robotics показала прототип робота-повара. Конструкция робота, рассчитанного на использование обычной посуды и кухонных приспособлений, включает два манипулятора с большим числом степени свободы. Манипуляторы способны довольно точно повторять движения рук человека, что позволяет роботу обучаться тем или иным действиям, копируя своего наставника. Для управления роботом используется мобильное приложение. Конечно, робот не может проявить самостоятельность, но он замечательно справляется с рутинной работой по шаблону. В компании намерены довести разработку до уровня коммерческого продукта и в 2017 году начать продажи по цене 10 тысяч фунтов стерлингов за полный комплект с рабочей поверхностью, плитой, мойкой и шкафами. Отдел исследований и разработок издания The New York Times представил умный стол, который слышит и понимает людей, сидящих за ним. Когда человек, сидящий за столом, прикасается к поверхности в определенном месте, он дает команду сохранить важную часть беседы. Творческий директор отдела исследований и разработок The New York Times Алексис Ллойд считает, что подобное устройство в будущем может стать неотъемлемой частью многих офисов, потому как он действительно упрощает жизнь, позволяя не делать заметки вручную. Он не только записывает разговор, но и распознает слова, а в конце встречи предоставляет пользователям текстовые расшифровки на основе 30-секундных аудиозаписей, подсвечивая три ключевых слова или фразы. Инженеры стараются сделать так, чтобы стол точно понимал, какая часть информации является важной, а какая нет. Если же вы категорически не хотите, чтобы обрывки беседы сохранились в том или ином виде, достаточно просто отключить стол. Для этого предусмотрен единственный установленный переключатель. Поисковый гигант Google выступит в новом для себя амплуа в качестве виртуального оператора. Данный проект носит название Google Project Fi. Компания будет использовать сети американских операторов Sprint и T-Mobile, но кроме сотовых сетей новый оператор будет использовать Wi-Fi. Фирменная технология позволит смартфону переключаться между тремя источниками, выбирая тот, который на данный момент предоставляет наиболее качественный сигнал, причем без прерывания разговора. Передаваемые данные будут автоматически шифроваться. Также любопытной особенностью является тот факт, что номера пользователей Project Fi будут храниться на облаке, что позволит пользоваться любым устройством с поддержкой Google Hangouts. Для работы с новым сервисом необходимо будет приобрести специальную карту SIM. Сервис пока будет работать лишь в США и только на смартфонах Nexus 6. Если говорить о стоимости услуг, то Google приготовила один тариф – TheFi Basics. Он стоит 20 долларов в месяц и подразумевает отсутствие ограничений в голосовых вызовах и текстовых сообщениях внутри сети. Неограниченное количество текстовых сообщений в любую страну – дешевое, без конкретики, международные звонки. Стоимость передачи данных составит 10 долларов за 1 гигабайт. Это были самые интересные новости прошлой недели. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал.